На выборах во Франции победил Путин Джон Винокур На выборах во Франции победил Путин Подводит итоги муниципальных выборов во Франции, которые завершились вторым туром в минувшие воскресенья Правые и праворадикальные партии набрали в общей сложности 54,5% голосов То есть Владимир Путин выступил вполне успешно, иронизирует Джон Винокур Во Франции сформировалась треугольная партийная система, вершинами которой стали постепенно сдающие позиции социалисты и две несвязанных союзническими узами правой силы, переживающие подъем Национальный фронт Марин Лейпен и консерватор-голисты во главе с экс-президентом Николя Саркази Для Лейпены Саркази авторитарная и антидекадентская фигура Путина служит дополнительным аргументом в пользу утверждения, что Франции не хватает сильного лидера, пишет Винокур В более драматичном ключе взаимоотношения французских правах и Путина были описаны в мартовской статье Шестеро критически настроенных по отношению к Путину интеллектуалов и политологов назвали консерваторов путинскими агентами влияния во Франции Винокур предлагает принять во внимание сопутствующий фактор Французский политический класс признает как данность, что Америка слаба в геополитическом отношении В частности, нынешнее социалистическое правительство Франции оценивает решимость Барака Обамы во внешнеполитических вопросах весьма скептически Считается, и не безосновательно, по словам Винокура, что боеспособность нынешней американской администрации сомнительна Это позволяет обосновать крайнюю осторожность в противостоянии России Или, как в случае с Лейпен, Саркази и прочими, принятие стороны Кремля Показательно, пишет автор, что оппоненты Саркази когда-то называли его сарко-американец На начальном этапе президентства Обамы он искал его расположение, но ни встречного энтузиазма, ни внимания к себе не добился На это жалуются многие европейские лидеры С точки зрения уважения Франции к самой себе, электоральный успех Саркази и Лейпен – это нечто постыдное, даже тошнотворное, продолжает Винокур Впрочем, как показал опрос в прошлые выходные, политика всех трех основных партий Франции у избирателей искреннего энтузиазма не вызывает При этом политики, имеющие большую весть в среде голлистов, критикуют Саркази за его мягкость по отношению к Путину Такую позицию занимает, например, бывший премьер-министр и соперник Саркази на будущих президентских выборах Олен Джупи Пока Путин не встречает помех в своем продвижении, он будет продвигаться дальше Так что рано или поздно наступит момент, когда придется сказать «стоп»